Раз, вся стопа выше пятна, и фанты все единичные. Еще шеи спины назад, секунду от полочников. И пяточки задвигай. День расписан по минутам. Школа, уроки, бассейн, танцы, рисование. А еще надо уделить время многочисленным друзьям, родителям и, наконец, поспать. Кажется, у 15-летней Полины Клименко есть дополнительный моторчик, который помогает ей все успевать. Это при том, что девочка больна сахарным диабетом. О нем она говорить не хочет, будто и нет никакого диагноза. Полина просто живет и даже насыщеннее, чем ее здоровые сверстники. Я все могу сделать, потому что я это все могу. Несмотря на свои успехи, Полина очень скромная девочка, хотя грех не хвалиться такими достижениями. Начиная с 2012 года за отличную учебу, победы в соревнованиях по плаванию и в танцах, она получает стипендию губернатора Московской области. Люди, которые встречают Полину, все как один, восхищаются ей. Она вообще всесторонняя, развитая девочка. С удовольствием рисует и танцует, и поет, и что она там только не делает. В свое свободное время школьница тратит на создание подделок из подручных предметов. Гордость ее коллекции – иконы. И не случайно, в детстве Полина посещала воскресную школу и поныне ходит в храм и считает себя человеком верующим. Ну, это икона Богородица, Божья Матерь. Ну, это ткань была, ну, как бы, сейчас, на подушке тоже. Я ее аккуратно вырезала, там вот пришила ее, там сзади ткань тоже. Вот, ну и вот, и поставила в рамочку и приклеила. Вот, страфики и здесь. Все говорит о том, что Полина – девочка творческая, и ее жизненный путь непременно будет связан с культурой. Но, пообщавшись подольше, мы поняли – мечтает она о другом – быть врачом-педиатром. Я думаю, ей сейчас нужно повторять биологию и химию, так как она в будущем хотела бы стать врачом. Я бы хотела, чтобы она сделала упор именно на то, что она считает нужным. Какой бы путь ни выбрала Полина, главное – не потерять тот самый стимул к жизни, который толкает девочку к победам. Юлия Погосян, Алексей Ильин, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.